Приветствую вас, Рамиль, я думаю, что вы свой вопрос задаете, конечно, не совсем корректно, потому что, во-первых, это достаточно общие вопросы, и задавая такого рода вопрос, вы предполагаете, что есть какие-то универсальные решения, но универсальных решений, к сожалению или к счастью, нет, и поэтому ныне каждый случай рассматривать индивидуально, это первое, что хочу вам сказать. Второе, предательство, о котором вы говорите, вот именно предательство, о котором вы говорите, обладает, так сказать, двойственной структурой, да, двойственной природы. Первое, это субъективная сторона предательства, то есть хотел ли или не хотел человек сделать то, что он сделал, это первое. Если человек сделать хотел то, что он сделал, то, соответственно, вряд ли это можно назвать предательством, по той простой причине, что человек этого хотел, и если он этого хотел, то это часть его, часть его личности, личности, часть его ценностей, какими бы они сами, эти ценности вам не казались бы, например, странными, неприемными и прочее, но это часть его ценностей. И мне думается, что необходимо учитывать подобную историю, необходимо учитывать подобные аспекты, а вам, ну, вам, вам, вероятно, вам, вероятно, следовало бы постараться человека, условно говоря, принять, если вы, если у вас есть к нему чувства. Собственно, встает вопрос тогда, почему бы вы могли не принимать человека? То есть какие у вас могут быть основания для того, чтобы не принимать поступок человека? Ну, первое и самое такое простое основание, это то, что вы что-то не принимаете в себе сам, что-то в себе не принимаете. Это самое простое основание, которое может быть. Ну, здесь ситуация заключается в том, что по ряду причин и по ряду моментов вы некоторые вещи сами к себе отвергают. Ну, у этого есть, безусловно, причины, конечно же. Но нужно смотреть, нужно разбираться, что именно вы в себе отвергаете и как-то вот менять своё отношение, в первую очередь, наверное, к себе. К себе сам. Безусловно, не получится никак на сколько-нибудь адекватных основах взаимодействовать с мужчинами и с людьми. Ну, и достаточно легко, да, достаточно просто будет вас в кавычках предать, потому что не принимая что-то в себе, а вы, соответственно, не будете принимать это в другом человеке. Вот, а такой момент. Дальше. Обман. Опять же, здесь очень важно понимать двойственность обмана. Первое, что требуется сказать, это то, что обман происходит всегда из-за того, что человек в глубине души отрицает то, что ему хочется. Человек отрицает то, что он делает. Ну, отрицает, пытается не замечать и так далее. В принципе, разницы особо нет. С другой стороны, обман становится заболезненнее тогда, когда вы, например, полагаетесь не на себя, она, но мы уже в данном случае, то есть это такая вот попытка переложить свою определенность, свою стабильность на другого человека. Ну, хорошего. Из этого, опять же, выросли что-то не может. Другой вопрос. Как так получилось, что вы вот пришли к тому, что ваша собственная ответственность вас, например, тяготит? Например, тяготит. Дальше. Как жить без надежды? Ну, надежды на что? Во-первых. Во-вторых, это немного провокационный вопрос, потому что жить без надежды невозможно, а человек всегда найдет надежды. Вопрос там на что? Если надеяться на что-то, связанное с другими людьми, то мы автоматически становимся зависимы от их действий, от их воли, от их настроения и так далее. Если мы живем надежды на себя, ну, это более, как бы, стабильная история. То есть, вы не можете, не привыкли, а точнее надеяться на себя, да. То есть, этому можно научить, тоже да. Как полюбить себя, чтобы не обвлекать себя на мучениях в отношениях с мужчиной? Любовь, это принятие. Вам нужно поработать над принятием себя. В первую очередь, посмотреть на те условия, которые вы себе предлагаете для принятия. Ну, и второе, мучения в отношениях с мужчиной, это также полностью зависит от вас, но и в этом вы получаете определенную выгоду. То есть, в ваших мучениях с мужчиной есть выгода. И, в первую очередь, вам именно на выгоду нужно обратить свое внимание, потому что пока выгода есть, вы, на мой взгляд, ничего менять не будете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю всего самого доброго. Удачи!